здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светлана луди сад сегодня 29 августа и мы на северо-востоке ленинградской области лето подходит концу как всегда я сегодня делаю обзор своего цветущего сада в конце месяца правда 1 сентября на носу амм сад не сдает свои позиции находит самом саку в самом разгаре такое ощущение что лето совсем не заканчивается посмотрите видео до конца у меня будет вам небольшой сюрпризик по поводу того по поводу вернее ответа на ваши вопросы куда девать всю эту красоту как вся эта красота которая сейчас вот находится за моей спиной будет зимовать так что я вам скоро все расскажу и покажу но сегодня приглашаю пойдем гулять по саду ну и все как всегда начинаю отсюда зоны колиусов будем говорить за лето их редко и показываю меня тоже много вегетативных колиусов и эта красота в саду и еще раз сейчас обращаю внимание как прекрасно все-таки колиусы гармонируют с хвойными и здесь мне кажется даже любой колиус по цвету все равно подойдет к хвойным культурам как бы хвойные оттеняют и еще больше показывают их яркость и красоту ну вот здесь с барбариса марликин тоже очень красиво смотрятся колиусы и опять-таки можно и красный посадить в тон барбарису а можно сыграть на контрасте в общем колиусы это очень даже красиво интересно и я вам показывал недавно видео в саду ольги где много-много колиусов и татьяны павловны с канала записки цветовода у них по 200 там за 200 за 300 сортов колиусов это просто супер мне очень в этом году понравились вот эти кваздики именно в этом месте правда сейчас настолько жара что их прижаривает прижаривает а если еще упустил момент полива они становятся суховаты а вот если бы погодка была такая более благоприятная но пожаре было бы еще лучше ну такое завершение этой композиции мне кажется очень симпатично я не успела вам даже заснять красоту цветущих гладиолусов вот в моих миксах и в кашпо здесь уже букеты были срезаны видите как ничего не успеваешь и они честно говоря цветают очень очень быстро вот они уже и грунте все готовится зацвести вот были конечно красавчики некоторые у ирины кормили цены покупала некоторую красоту вот такая красота ну сейчас я срежу вот все то что отсвело и уберу эти палочки а внизу посмотрите внизу как ярко и красиво в общем-то стало только еще красивее и даже уже будет не видно отсвевших гладиолусов цинии с бататом это просто супер я показывала видео о некоторых сочетаниях в своем саду и некоторых выигрышных композициях и здесь тоже композиция просто выглядит очень красиво оцветают флоксы опять-таки не успела их как следует и заснять ну что эти композиции тоже в этом году моя любовь ничего не могу сказать эти стойки супер выдержали никто не упал никто не наклонился никуда как мне писали в начале лето все стоит намертво и посмотрите какая прелесть все-таки эти бататы он прилетел какой-то работник работник прилетел туда в домик коп вот а еще вот этот вот бататик цветет ну просто супер посмотрите какие у него колокольчики вот получились композиции бататы с колюсом очень мне нравится ну просто супер как нравится и так теперь буду делать ну всегда да пока не надоест фуксий настолько пышно цвели в этом году что вот здесь вот фуксия вся вся просто разломалась вся вот надо будет вырезать ее просто такое цветение бедным им жарко очень но цветут просто сказочно колеусы никогда не сажала в грунт ну редко очень сажала потому что их всегда объедали улитки но в этом году у меня тотальная борьба с улитками просто или они или я я так сказала себе поэтому посмотрите ни одного изгрызанного листика шикарно они здесь закрыли какие-то места вот у меня еще и ромашки расцвели конце лета и вот везде они так есть а флокса видите уже все а еще вот здесь не показываю здесь пропала калибрашка ну надо уже снять это кашпо и выкинуть а зато вот какая красота бегоний здесь тоже бегоний ну до чего активно цвела вот сейчас она в таком более периоде покоя находится ну тогда пойду с этой стороны я все ворчала на эту крупнолистную гортензию а вчера ты увидела что у нее оказывается один цветочек был ну хоть посмотреть очень такой красивый будет цветочек замечательный и вот эти две картинки у меня только не зацвели а здесь вообще интересно не такой сиреневый цветочек будет наверное вот такая вот то есть не плотная шапка вот такая вот ну наверное тоже будет интересно но они хорошо подросли может быть порадует следующем году вот здесь вот флоксы красивые посмотрите ну просто прелесть цветок в этом году сухая они принципе можно сказать не болеют гортензии метельчатый только что делала вам видео до в этом году просто супер как красиво они цветут вот начинает краснеть самарская лидия она будет темно такая красная появилась уже ну и little fresco в этом году просто букетная гортензия супер гортензия просто влюбилась в этом году в этот в эту гортензию розы жду вот будет чуть-чуть тепло и конечно они все все в бутонах у нас редко бывает второе цветение роз ну может кто-то еще и порадует радует роза на штамбе я тоже это показывала видео удачное решение с вот этим очитком и вот розочка на штамбе урина кормили цены покупала вот какая малышка первый год посадка но она такая красотка посмотрите пока компактная ну надо форму поддерживать прелесть розы все чистые я вам показывала обработку роз древесным уксусом ничего дорогие друзья не сожгла кто боится ну вот посмотрите сами вот все в прямом эфире что называется для нас черная пятнистость это как вообще как здрасте называется но сейчас пока все все держится вот и вот такое вот цветение роз второе ну с этой стороны вы видите цветник самый большой самый широкий он нарядно смотрится с любой стороны все всегда спрашивают что это за фиолетовые метелочки вот какие большие это дербеник эволисный очень красиво везде может расти неприхотливое многолетнее растение из серии посадил и забыл ну а здесь скоро будут яркие барбарисы придет осень они еще сильнее раскрасть им надо похолоднее погодку как только будет паху погодка похолоднее и они сразу начнут раскрашиваться в желтые в красные в оранжевые мария будет цвета вот ну в конце самые последние дни лета и сейчас осенью прекрасно будут чувствовать себя наконец-то алисума вегетативные потому что все лето на них нападали гусеницы ну такая наверное это рябиновая моль которая откладывает гусеницы зеленые и конечно постоянно была обработка постоянная а вот сейчас будут чуть-чуть похолоднее ночи да и дни будут похолоднее алисум будет только лучше себя чувствовать и расцветать красивый цветок замечательный цветок всем советую здесь композиция из петуньи и батата ну что батат забил петунью а мне это так хотелось потому что вот этот розовый цвет это шоковый пинг очень хорошо бы сочетался вот с этим салатовым но конечно что конечно он очень мощное растение и забил всю петуньку петунии в саду ну что спасла их выходила можно сказать видите сейчас состояние как мне нравится шапочки я срезаю все побеги которые спускаются не очень люблю все прекрасно с петуньями целые вон какие огромные шапки цветов посмотрите какие шапки большущие кусты все хорошо внизу у меня были вербены я говорила о том что вербены в этом году все-таки не показали такого огромного результата как бы я хотел но сейчас покажу одну только вербену вот как она должна быть и как я хотела хотя и подрезала сами знаете все это но вот что-то не так семены уже начинают отцветать оперу я обрезала и вот она была сейчас очень пышно 2 пик цветения а сейчас уже смотрю опять опера начинает отцветать ну и жара конечно страшная которая стояла сейчас ну за 35 градусов для нас вообще это жуть тоже нужно сейчас по обрезать пеларгонии чтоб они еще порадовали меня и сентябрь потому что сейчас знаете как они тоже такими волнами идут сейчас по обрезаю все отцветшие они еще опять наберут бутоны обязательно наберут вот эти синие питоньки сильно-сильно пахнут вот как должна быть и я и хотела вот такого цветения посмотрите какая это красивая вербена но она растет в 8 литров там растут тоже в 6 7 но почему-то то ли им солнца мало все-таки в этой арке в этих арках и мало солнышко ну мне так кажется я не знаю хотя это самое солнечное и самое теплое место но как-то они не разошлись что называется и в следующем году я их сюда не буду ставить ну а что питоне конечно эта радость это яркость это украшение любой территории вот фуксии я про них сняла видео но и даже вот не сделала его хотя есть но я обязательно сделаю пусть будет и сентябрь просто покажу вам все-таки эту красоту сейчас немножко они тоже отцветают но тяжело фуксием в такую жару тяжело и везде конечно радость от крупнолистной гортензии от метельчатых гортензий вот такая красота бегония прекрасно себя чувствует вот покупала клубни у ирины кормили цены часто говорю иру правда я у нее же много чего покупаю все видео что я покупаю как выращиваю конечно же есть на канале сейчас вот этой стороной пройдусь видео будет длинное поэтому дорогие друзья кто не любит длинные видео то она не для вас точно здесь у меня есть такое видео 4 этажный микс бордер здесь уже получилось 5 в этом году смотрите внизу сначала были тюльпаны потом здесь гейхеры разные подсадила еще вечно цветущую бегонию а стиль бы процвели которые я тоже не показала они такие очень миниатюрные вот такие вот набитые вот здесь вот разные они еще таки молоденькие но все равно дальше были пионы пионы отцвели я сюда поставила фукси вы и штамбы но чтобы это было все равно красиво сзади прекрасно себя чувствуют флоксы я их обожаю разные потом были клематисы и наверху бегонии 5 этажей но зато сначала весны и вот сейчас уже до сентября месяца здесь все время лето все время лето и посмотрите по цветам все так в принципе друг другу подходит в розовый сиреневый какой-то с переливами и вот это гортензия прекрасно сочетается с флоксами бегонии вообще красота честно вам скажу очень понравился этот забор я тоже говорила и эти бегонии которые в этом году показали красоту цветения свою просто прелесть и теперь буду тоже так делать всегда ну пройдусь еще здесь немножко крупнолистной гортензии уж сказано пересказано еще естественно будут видео о том как мы будем зимовать все покажу не переживайте кто ждет этих видео впереди у меня будет руководство скажу вам по секрету всему свету о том как готовить но все цветы все буквально цветы постепенно будут рассказывать вам о том как это все готовить будем зиме ну потому что говорят ну вот у вас столько много куда вы это все денете дорогие друзья все вам расскажу кого куда дену а кого просто выкину когда я говорю что многие цветы уйдут на компост некоторые просто переживают вот смотрю издалека дорогие друзья это был маленький череночек ну какая это красота по моему миллениум ну какая это красота вот череночек и вырос вырос уже в хорошенькую фуксию на следующий год будет еще красивее а как вот эту красоту сохранить как раз я вам расскажу и плектрантусы и лофасы и колиусы все все вам расскажу обязательно и даже будлею бабочек здесь немеряное количество просто когда идешь по дорожке ну сначала не обращая внимание и оттуда как вспорхнут с целая стая бабочек прям знаете дух захватывает дух захватывает и это здорово ну а здесь теперь этот цветник с этой стороны показываю рассказывала вам тут видео как в этом цветнике совмещаются и все те цветы которые в принципе не должны совмещаться сегодня еду утром а тут всякой красоты это конечно красота вредит но такой он красивый зеленый жук но вредит а тут кто-то просто спит все жужжит просто но потому что в саду очень много цветов жужжит все осы пчелы шмели бабочки и это дорогие друзья очень очень хорошо видите как все цветет и на горке все цветет вот здесь и сейчас раскрасятся верески скоро посмотрите они уже набирают потихонечку бутоны и здесь красота здесь две гортензии buboy summer love они как-то объединились и даже незаметно что две но зато получился огромный огромный куст ну а я поворачиваюсь и показываю вам эту красоту которую много много показывала в саду рассказывала о крупнолистных гортензии которые тоже красивы но с любой стороны это в этом году просто наверное феерия была затмила питоне как мне кажется ну сама для себя я определила и я так рада что у меня это получилось это коллизия кто-то спрашивал это коллизия я ее постоянно стригу чтоб она была вот такой вот огромной шапкой видите будет еще визит видео о таких зеленых растениях я покажу все и расскажу вам вот кто-то отцвел здесь просто шляпы были вот так вот в диаметре 40 сантиметров ведь но они же красиво даже вот в отцвевшим виде кто-то отцветает кто-то вновь набивает эти свои шапульки шапочки моя любовь вот посмотрите какая красота это что-то с чем-то правда о а вот тут отцветают но они тоже ну такие красивые и сочетание еще раз говорю лаймового с розовым это вообще мое мое любимое на такое розово-сиреневатая здесь здесь тоже уже отцветает дает много новых побегов и здесь красота и получилось красота вот такая как я назвала в этом году парадная дорожка парадная вот и голубая уже отцветает буду на следующий год пересаживать а белая дает вот шнитбол ох какие белоснежные а здесь как будто знаете на одном есть два куста и одно в кашпо другое в грунте а вот все перемешалось и белые и нежно-розовые голубые ой как красиво фуксиевые деревца я в этом году плохо сформировала сама себя сейчас ругаю да они медали и воздушность и объем вот тут но здесь огромный сучок сломался потому что надо было формировать а не лениться но все равно подойду себя поругая а здесь посмотрите прелесть прелестная у этой намного меньше ну из-за того что плохо сформировано зато ничего не сломалось просто если очень много цветочков то будет чувствовать себя плохо вот как это придется этот штамп не удалять потому что здесь уже палку поставила очень крупные цветы у этой фуксии тяжелые очень обильно цветущие и никакой штамп здесь не выдержит этой кроны и этого количества цветов еще сейчас очень много упало штампик вот такой перевитый очень жалко оставлю еще на следующий год и попробую сильно сильно формировать а вот этот штамп у него более плакучие цветочки полегче ведь они не махровые их огромное количество но он держит форму хорошо свои ошибки я тоже разберу дорогие друзья и покажу вам что было ошибочно яблоки вы не поверите сделали четыре обработки все как должно быть первый раз в жизни яблоки гниют прямо на яблони манилиоз гниль сумасшедшая даже не знаю останутся ли яблоки покушать вот но если приглядеться видно сбиваю хожу снимаю но если появилось одно споры тут же появляются другие просто обидно до ужаса я не знаю чем обрабатывать но как видите химия это не справляется с этими страшными новомодными болезнями вот красота моя все-таки как я ее называю моя это первая гортензия появившаяся в моем саду блустар в общем-то самая неприхотливая из крупнолистных гортензий вообще ничего не надо цветет и цветет фуксии здесь они на подставочках ну кто знает мой сад вот такие парящие воздухе все с ними прекрасно цвели очень обильно сейчас уже поменьше ну что конец лета и вот эта роза которую я покупала на штамбе в этом году тоже вся в бутонах и я просто обожаю и тут кто-то тут клоп тут клоп сидит иди отсюда вонючий клоп мы лучше розу понюхаем вот какая она красивая в общем я рада этой покупки прижилась она пока у меня еще будем смотреть как будем зиму зимовать и вот и очитки начинают зацветать здесь вся яблони посмотрите какая-то птичка зачирикала гортензия на штамбе здесь и цинии в этом микс портер уже такой более спокойный я не пойду сегодня по хостела заканчивать как всегда я там столько нападало яблок что даже не пройти дорогие друзья вот прогулялись но осень то в последние дни лета осталось то всего ничего и пойдем в школу а мы с вами будем дальше готовить сад к зиме сейчас это мероприятие будет самое важное как все подготовить к зиме кого куда брать ли черенки не брать ли черенки все будем с вами разбирать может быть кто кого-то маточники а может быть это накладной трудно мы этого делать не будем а лучше купим семена и посеем или купим черенок в общем вот все эти нюансы вопросы я буду разбирать своих видео и в своем новом руководстве дорогие друзья не забывайте про дзен канал где идут мои коротенькие ролики одни сегодняшним одни насущном телеграм-канал где можно очень быстро общаться и делиться своими советами мнениями и фотографиями это очень важно это всегда пригодится вот и спасибо вам большое за ваши хорошие комментарии за ваш отзыв за ваше понимание всей ситуации я недавно делала видео и думаю что все будет хорошо всем желаю крепкого здоровья и красивых красивых цветов и красивого грамотного и умного завершения сезона